Итак, что такое Арманьяк, о котором практически все, наверное, что-то слышали, но мало кто пробовал? Арманьяк, господа, это действительно старший брат коньяка, который считается самым древним французским бренди. Начнем с названия. Во французской Гасконе, откуда, как известно, был родом главный мушкетер всех народов Д'Артаньян, есть земли, связанные с именем легендарного рыцаря Армениуса. В пятом веке за славные подвиги во имя отчизны французский король Хлодвиг даровал Армениусу Гасконские земли и объявил их свободными. Отсюда и пошло название местности Арманьяка, от нее и напитка, о котором идет речь. Изобрели Арманьяк, судя по всему, алхимики, которым вечно не сиделось без дела. Они и научились превращать вино в эликсир жизни тем самым путем, которым в России делали табуретовку, то есть дистилляцией. В своем первоначальном виде Арманьяк, видимо, и вправду служил лечебным зельем, который принимали соответствующим образом, накапав в рюмку, как валерьянку. Однако, вскоре голландцы, которые снабжали французским вином всю Северную Европу, обнаружили, что Арманьяк из Гасконе, добавленный в бочку с вином, не дает этому вину прокиснуть. И с радостью начали скупать эликсир жизни для своих меркантельных нужд. Ну, спрос диктует предложение. Гасконцы скумекали, что на собственном бренде можно неплохо заработать. И практически все свое вино к радости голландцев стали перегонять в Арманьяк. Ну, а в чистом виде Арманьяк стали употреблять значительно позже. Письменные упоминания об этом датированы 1730 годом. Историки считают, что первыми стали пить неразбавленный закрепитель вина моряки. Кто же еще? В 18 веке после войны за независимость в Америке Арманьяк стали массово завозить суда в новый свет. Не исключено, что коренных жителей индейцев спаивали тогда именно Арманьяком. А в 19 веке производство этого напитка уже превратилось в хорошо поставленный бизнес. Негоцианты начали строить арманьячные дома, руководили процессом выдержки спиртов и продавали уникальные бренди уже на более высоком качественном уровне. Они рассчитывали процесс скупажирования, контролировали старение напитков в бочках. В общем, делали уже все по уму. Первоначально в целях облегчения транспортировки Арманьяк продавался исключительно на разлив из бочек. После Второй мировой войны потребители стали более взыскательными и впоследствии бренди из Гаскония начали разливать в бутылки, гарантируя его подлинность как эликсира жизни. Впервые попав во Францию, вот я лично удивился тому, что с коньяком там в магазинах, как это ни странно, не очень густо. Зато в каждой винной лавке выбор арманьяков просто огромный. Спрашивается, почему? Ответ прост. Вы замечали, что хороший коньяк, где бы вы его не покупали, всегда можно узнать по вкусу? Потому что существует некий эталон, которого придерживается его производитель. А вот арманьяк. Арманьяк всегда разный. У каждого сорта, иногда даже у партии своя собственная личность. Мне рассказывали французы, что коньяк перегоняют дважды, добиваясь на выходе идеально чистого, химически, но напрочь лишенного индивидуальности спирта, с которым потом удобно работать. А вот с арманьяком совсем другая история. Его перегоняют один раз, но особым образом. Из-за этого каждый арманьяк получается уникальным, абсолютно не похожим на своих братьев. Может, именно поэтому французы говорят, коньяк мы подарили всему миру, а арманьяк оставили себе. Относительно употребления арманьяков правила не особо строгие. В Гасконских деревнях его пьют еще горячим сразу после перегонки. Зачастую прямо в сараях, где этим занимаются. Перегонные аппараты там похожи на небольшие паровозики с трубами и колесами. Мы только что показали вам эти паровозики. Если вы нас смотрите. Зачем колеса? Затем, чтобы перевозить аппарат с одного деревянского двора над другой. Закусывают арманьячный первач французы почему-то ветчиной. Арманьяк со льдом подают во Франции на званых банкетах к копченому лососю и фуа-гра. Есть еще напиток с любопытным названием флок де Гасконь. Он представляет из себя виноградный сок, хорошо разбавленный арманьяком. Это дело вот уже подают к сыру. Я лично в Париже когда-то пробовал арманьяк, смешанный с шампанским. Туда же бармен добавил немного апельсинового сока. Как этот восхитительный микс назывался я уже не помню. Но придерживаться протокола, если арманьяк это диджестив. Его положено пить в чистом виде после еды с чашкой кофе и ароматной сигарой. Существует специальный бокал для арманьяка. И специалисты рекомендуют пить этот изысканный алкоголь именно из него. Но честно говоря и обычный коньячный бокал справляется с задачей великолепно. Учитывая, что арманьяк это старший брат коньяка, не забывайте согревать бокал в руках. Это позволит гасконскому напитку пустить свой неповторимый аромат, как говорят потомки Д'Артаньяна. Одним словом, если вы любите коньяк, попробуйте ему хотя бы раз в жизни изменить с его же старшим братом. И тогда вы поймете, почему французы не особо хотят делиться с остальным человечеством удивительным бренди из поместья легендарного рыцаря Армениуса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!